Конечно, энергоцентры играют, если можно так обобщенно сказать, глобальную роль. Потому что информация, прежде всего духовная информация, которую передает каждому человеку космос, она проходит через состояние энергии. И этим состоянием как раз и управляют энергоцентры. Они переводят информацию через энергию в биосостояние организма. То есть последовательность, ясная информация, энергия и следующий процесс – материя физического тела. То есть этим управляют энергоцентры. Без них как бы никуда. Что соответствует душе и духу? Ну, это вопрос совершенно как бы детский. Потому что всем известно, что сердце, а сердце – это то, с чего начинается каждый человек. И оно появляется самым первым, еще до всех других органов, формируется в человеке и в теле именно сердце. Оно соответствует душе. Головной центр ментального управления соответствует духу, через который, дух – это посредническая структура, через которую приходят к душе сигналы космоса. И также от души через дух в космос возвращаются эти сигналы. Это как эхо. Оно может быть очень точным, а может быть искаженным. И если оно искаженное, то и реакция космоса на искаженное звучание тоже может быть неправильным. Поэтому надо очень точно формировать свои ментальные посылы от сердца через свое сознание. На этот вопрос можно также глобально ответить. Божественное здоровье. Это когда вы, в общем-то, не чувствуете свой организм, а воспринимаете весь космос во всех его проявлениях. Вот это абсолютное здоровье. Потому что недостаточно просто не чувствовать болячки своего организма, надо еще все правильно воспринимать. Помните, кстати, древнее греческое пожелание – молите Бога о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Не как у нас тут в школах говорили – в здоровом теле здоровый дух. Ну, эпоха материализма была. А изначально-то там говорилось о другом. Молите Бога о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. Потому что дух может быть и нездоровым. Животные – это как бы следующий уровень. Вернее, они предыдущий уровень, но которые займут нашу освободившуюся нишу реализации. И обретут разум человека. То есть мы по отношению к ним, как, ну, как бы сказать, как опекуны. И надо к ним относиться именно таким образом, помогать им в развитии, с тем, чтобы они доразвились до человеческого статуса. В Гиппе Брае, еще раз повторяю, этот процесс очень был явственно обозначен. В том числе через Бога Велеса, который, хотя и был оборотнем, но тем не менее он все оборачивал в нужную сторону. Все мы в предыдущем своем состоянии были духами. И духи проходили как бы свое развитие на определенных звездных системах нашей Вселенной. В том числе это прежде всего те звездные системы Зодиака, которые, собственно, курируют земной процесс. И вот наиболее ближайшая к нам была система курирования – это Плеяды. Вторая система была Сириус. И третья завершающая, высшая система, то есть звездная триада – это Орион. Вот эти три звездные системы составляют уже как бы космическую троицу, которая на Земле в том числе воплощается и в определенных людей. Поэтому мифы и Древнего Египта, и еще ранее Шумера, и еще ранее Ариев, они, собственно, и рассказывают обо всех этих процессах. Так что это не просто так появилась информация, что вы пришли как дух звездной системы Сириуса, потому что здесь на Земле очень большая, ну как бы звездная команда пришельцев. Но это духи, духи, вышедшие на воплощение. То есть мы воплотились и проявились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова